Итак, принцип первый. Я по иерархии их разложу, но тоже это моя личная иерархия, потому что в законе я вообще не понимаю, по какой иерархии они там выстроены, от которой мы смотрели. Кстати, одно из моих темных мест было. По какому принципу они распределяли в таком порядке? Начиная с федерализма и заканчивая неправомерного вмешательства. Я поставил следующее, первое. И не я, а под этим я подразумеваю права человека. Принцип прав человека. Права человека. Напоминаю в законе, да, статья третья, закон о системе государственной службы. Написано так. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. Человек говорит, так, это не надо темные места здесь сейчас сразу же. У меня было следующее темное место. Приоритет. Приоритет перед чем? Тут мы и найдем антиномию. Перед чем приоритет? Перед государством. Значит, у нас есть два, две антиномии в этих принципах. Первый принцип. Приоритет человека, ну кто такой человек? Индивид, да? Индивид. И напротив него государство, я бы, знаете, чуть-чуть расширил публику с публичное. Только общество, интересы общества. Это извечные антиномии человеческой цивилизации. С одной стороны, есть человек, вот вы, каждый здесь сидящий, и человек, надеюсь, я. И у вас есть свои интересы, свои ваши права. И вам эти права должны гарантировать. Но вступают ли эти ваши права в противоречие с публичным, с правами социума? Например, социум говорит, сяло, одел каску, поехал в Сирию. Я не хочу умирать. Поехал, общество говорит, надо. Есть противоречия? Есть. Человек говорит для меня, а общество говорит, нет, для... Общество не может говорить, но как там, как Левиафан, да, ну что-то там, это какой-то субъект отдельный. И вот здесь есть вот такая антиномия. Я исхожусь от того, что право защищает того, кто слабый. Вот где есть перевес, как весы наши, да, у Фемиды, где есть перевес, право говорит, перевес, 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 давай поможем тому, кто слабенький. Кто здесь слабенький? Индивиды. Значит, право говорит, о, сейчас будем индивиду, помогать индивиду. То есть, мы сразу же видим проблему в нашем социуме. У нас в нашем социуме перевес куда? В сторону общества. А право помогает, вот только по стратегии, оно помогает тому, кому, кто лёгенький. Можно вопрос? Лёгенький. Да, я завершу эту тему, пожалуйста. Так право же говорит, что надо ехать в Сирию, значит, оно за общество. Ну, право, смотрите, право может, оно и тому, и тому, право, оно как бы помогает и тому, и тому, но больше, и она заявляет, что я вижу, что человек всё-таки обделён. И я буду больше давить на человека. Вот у вас, у кого-то из ваших подгрупп сейчас там будет дисциплина европейская, да, что-то европейские права человека. Вот это же об этом. То есть, например, нет дисциплины защиты государства от человека. Нет, я понимаю. Ну, хотя есть такие, да, просто нормы есть, где говорится, что у индивида есть какая-то обязанность, такая-то обязанность, такая-то обязанность, такая-то есть. Но это не актуально, потому что, как бы, это реализовывается. А право начинает помогать то, что не реализуется, и то, что нуждается в защите. Ну, так и идея справедливости, право вот этих весов Фемиды. Должно быть право уравновешенной. Просто иначе индивида всё уедет. Субтитры создавал DimaTorzok